Наш лист только вместе, только вперед! Подряд они становятся победителями областной спартакиады. Кроме того, представляют Вологодщину на российском уровне. На таких праздниках, кроме азартной борьбы за призовые места, идет отбор кандидатов в ветеранскую сборную города. Я смотрю на каждое соревнование, сильнейших участников, а затем уже формирую команды по видам спорта. У нас же работают группы подготовки спортивные, и вот на них я потом уже этих кого отобрала, они приходят уже тренироваться отдельно. И выбирать есть из кого. Вот, например, Людмила Ли. Спортом занимается регулярно, несколько раз в неделю. И недавно достигла важной цели. Выполнила норматив комплекса ГТО на золотой значок. Конечно, тренироваться. Просто так не сдашь. Там были, у каждой ступени были свои, конечно, упражнения, но они были довольно сложные. Они включали в себя самые разные упражнения. И плавание, и на гибкость, и на силу, и на брюшной пресс. То есть подготовка нужна. Конечно, спортивный интерес важен, но он не на первом месте. Такие праздники и соревнования – это прежде всего лишняя и приятная возможность встретиться с хорошими друзьями и отлично провести время. В таком возрасте уже, когда уже возраст за 60, стараюсь, чтобы больше было общения, интересные встречи, знакомых встречаешь, много людей, друзей, которые тоже участвуют в соревнованиях. Победителями таких соревнований, конечно, являются все. Поэтому, кто занял первое место, не так важно. Скоро самым спортивным уже в одной команде предстоит отстаивать честь Череповца на зимней областной спартакиаде. Владимир Сентябрёв, Сергей Павлов. Новости. Владимир Сентябрёв. Новости.